Усилиями экс-мэра Москвы И я думаю, что, обойдя вокруг, грех не заглянуть во внутренний двор Там тоже, поверьте мне, очень красиво И вообще, в солнечную погоду Петровский дворец очень здорово снимать в широком динамическом диапазоне Это к сведению потом Культурное достояние Родины нужно показывать народу Чтобы народ гордился Здесь есть чем гордиться, согласитесь Ну, а теперь давайте кто-нибудь еще представит нам современное состояние вопроса, связанное с путевым дворцом Да, Жень, хорошо Петровский путевой дворец, современное состояние вопроса Новая страница в истории Петровского дворца и парка была открыта после 1917 года В результате национализации собственной царской семьи Петровский путевой дворец перешел в распоряжение наркомзема и наркомпроса Потом наркомата имуществ республики Потом опять был передан наркомпросу А затем перешел в управление, в веднее управление Кремлем и домами в ЦИК Ну, не знаю, кому грабить Все хотели себе лакомый кусочек В результате хождения по рукам Дворец был разграблен, существенно изуродован и заселен многочисленными жильцами Это что, коммуналка фактически? Это была именно военная коммуналка Одно время здесь поселили пулеметную команду Потом первую стрелковую дивизию А в парадных залах организовали столовая общепита районного совдепа Временные жильцы использовали резные двери, инкрустированные паркеты и дорогие обои, как топливо Денег на содержание, ремонт и реставрацию дворца не было 6 февраля 2020 года по предложению наркома просвещения Луночарства Царский дворец был передан для утилизации Красной авиации Дальнейшие события подсказали, что именно утилизация ждала этот архитектурный памятник Практически все уцелевшее имущество, дворцовая мебель, картины, зеркала, скульптура, часы, посуда Предметы обехода, осветительные приборы и музыкальные инструменты Было предоставлено в пользование Главного управления воздушного флота Которое 16 июня 1923 года передало его военно-воздушной академии имени Жуковского Перенавка, Петронский путевой дворец, дворец Красная авиация При утилизации царского дворца Красная авиация провела его полную перепланировку Пробила новые дверные проемы, пристроила деревянные тамбуры Уничтожила сводчатые потолки, приспосабливая по собственной нужде интерьеры Тщательно продуманные гениальным Мадвеем Казаковым В главном корпусе Петровского дворца размещалась столовая Рабочие кабинеты управления академией и библиотека Ну это уже как-то радость, что библиотека В левом крыле типографии, в правом моторная лаборатория, флигеля использовались под жилье В конце прошлого тысячелетия, в 98 году, по инициативе мэра Москвы Лужкова Дворцу Красной авиации вернули статус Петровского путевого дворца Дома приемов именитых гостей Москвы Ну вот, как видите, как видите Чудовищности А дворец красавец Ну что же, господа Вот мы ознакомились с резиденцией царя Которого? Российского или московского? Значит, раз мы пришли на Ходынку Значит, давайте увязывать событиями, которые происходили когда-то на Ходынке Разумеется, разумеется Мы с ними познакомимся детально чуть позже Чтобы это можно было показывать, что вот то было там, то тут и так далее А значит, речь о последнем царе, Николая II И значит, перед своей коронацией Которая как раз и привела к трагедии То есть неправильно спланировали рекламу Неправильно спланировали, как это сказать правильно Раздачу, что ли, сувениров В общем, об этом вы еще, конечно же, узнаете Ну, в общем, халатность Только халатность приводит к трагедии Ну и опять же, та стадия толпы, когда она плотная Никто не может противостоять идущим сзади Идущие впереди, соответственно, ведущие В неком таком, так сказать, ну, порыве, что ли С боевым духом ура Хватать первые подарки Находясь в первых рядах Это все ужасно Ведь есть несколько вариантов толпы Неуправляемая, управляемая и мобильная Вот, мобильная толпа это предчас пик метро То есть вы еще можете в шашечке поиграть между медленно идущими пассажирами А потом управляемая Значит, когда толпа идет, вам это не нравится, но вы еще что-то можете сделать А вот неуправляемая Что бывает на Арбатско-Покровской линии очень часто Особенно на станции Курской Это страшная вещь То есть я не знаю, как до сих пор люди не падают на рельсы Но находиться в моменты час-пик на Арбатско-Покровской линии и на Курской очень страшно Но давайте не будем о грустном Еще будет достаточно грусти в этой прогулке Которой мы потом так или иначе будем разбавлять поэзией Вот В это я предлагаю переходить Ленинградский проспект И уже оказываться в районе Хадынского поля Ну, что все гады сделаны на том, как зовут? Ну, сейчас... Ну, я не знаю, удастся ли Давайте попробуем Павел Юрьевич, ты как? Так, подслабишь нам коллективным фотом Так, подслабишь нам коллективным фотом Как и положено, темно Наконец-то спустились суммы такие хорошие, стабильные суммы Можно фотографировать? Ну, в общем-то да, у нас не фотоохота, а именно экскурсия Поэтому, как вы уж как умеете, так фотографируете А вообще у нас проводится фотоохота со штативами Поэтому следите за анонсом, проходите Это был небольшой рекламный блок, извините Иногда увлекаемся Значит, метро на Хадынском поле пока нет То есть, шаговая доступность, вот, пожалуйста, Динамо Вот там, пожалуйста, аэропорт Вот там, где-то Полежаевская Кстати, пишут, что от Полежаевской 5 минут Но это в официальных источниках Ничего подобного Это как надо бежать, чтобы за 5 минут и идти до Хадынского полежаевского Да, Полежаевского Да, Полежаевского Ну, собственно, все себе представляют станцию метро Полежаевского А на трёхом пути, три главных пути И, соответственно, метро сюда всё-таки планировали очень давно Просто потом передумали Значит, давайте я всё-таки пару строчек из своего стихотворения сейчас процитирую Не полностью, потому что ушки очень колоритные Безметрошные, не богом забытые Не отшип вроде А самый центр Москвы Мегаспорт Здесь светит софитами А про драг-рейсинг поют А спа это стыдно Ну, где-то поют на самом деле Здесь спокойная улица города Без дурной Городской суеты Может быть, мне от этого дорого Побродить здесь часы темноты И мы с вами сегодня побродим Именно в часы темноты здесь И это всё-таки Ого! Продолжение следует...